Девушки отдыхают Реликвии вначале поместили в подвал креста Никольской церкви, а потом они были перевезены в дом отца Валентина. Девушки отдыхают Он не был готов принять такой дар. Дальнейшая судьба экспонатов неизвестна, хотя сам отец Валентин утверждает, что с ними все в порядке, но показать их нам отказался. Я думаю, что там пока мы не готовы. Да, к сожалению. А тем более вот с камерой. Вы что-нибудь знаете об этом музее? Да, конечно. Там уже нет, сейчас ее якобы украли. Вот там какие-то были книги с автографами писателей, например, Ивана Шмелева. Их находили на улице в грязи, и они валялись. А его когда выгружали, там было все, в каждой коробочке лежал список вот этих предметов, которые там есть. Подробная опись. Все было упаковано, разложено. Все это бросалось на дорогу или там в подвал вот этой креста Никольской церкви, в перемешку с мукой гуманитарной, с крупой, фасолью, банками. Вы что-то хотели сказать тоже, да, по этому поводу? Да, я сам участвовал в разгрузке вот этого музея. У меня сердце сжималось от того, какое отношение к этим святыням русским. Я видел, как он завешивал туалетную комнату боевыми знаменами русской армии. Какие драгоценные книги, значит, сваливались просто, только что не поджигались, как в Ауто де Фед. Значит, он своими жадными руками, значит, пытался найти какие-то ценности. Если нет, это расширивалось в сторону. Значит, он просто рылся, чуть не по уши зарывался в эти ящики. Грамоты, вот эти самые, о которых уже отец Андрей упоминал, и другие вот эти ценные документы, в буквальном смысле валялись на улице города Суздаль. Когда вот приехала вот эта сама Татьяна, которая хотела посмотреть, как же распорядился ее музеем, значит, срочно... То есть хозяйка этого музея приезжала? Да, она приезжала, здесь была. Срочным порядком прибивались, значит, картины, там какие-то части в его собственном доме, там на лестницах. После того, как была закончена, развесили все по стенам, значит, образовалась гора из фотодокументов, прочих бумаг, которые он просто сказал сжечь их, вот, уничтожить. Погоны... Он их сжег, извините. Сжег, да. Значит, погоны нескольких видов войск, там было очень искусно подобранной коллекции. Вот, значит, их просто гвоздем 200 миллиметров прибили к стене. Понятно, я прошу прощения, понятно его отношение к этому музею. Скажите, ну что, никто не открыл этой женщине глаза, она не потребовала этот музей обратно? Я думаю, эта женщина все поняла, но поскольку иностранная, иностранка приехала в Суздаль, значит, в государство, которое там, она и там ребенком отсюда покинула, вот, оказалась в лапах вот этих вот проходимцев, вот. Она поняла, что ничего сделать... То есть все осталось на своих местах? Все осталось на своих местах, она бесправная совершенно человек. Кто-нибудь обращался к нему с таким вопросом, чтобы этот музей выкупить, чтобы было вам все-таки достояние общественности? Конечно, нужно, чтобы кто-то этим серьезно занялся. Думаю, что после нашей передачи такие энтузиасты найдутся и доведут это дело до конца. Спасибо.